Кто станет бронзовым призером чемпионата мира? Юля, ну и 25.56! Выигрывает полсекунды Юлия Чекалева в мире Амгёстнере! Это, судя по всему, бронзовая медаль! Бронзовая медаль чемпионата мира! Вот эта медаль, больше похожая на бронзовую снежинку, за гонку на 10 километров на чемпионате мира в Италии. Рядом еще одна бронза за эстафету. Это первые медали российской лыжной женской сборной, начиная с 2006 года. И принесла их стране волокжанка Юлия Чекалева. Сейчас все говорят, это был настоящий спортивный подвиг. А сама Юля говорит, просто все сложилось, словно на крыльях летело. Как-то просто была задача, то есть был отрыв от третьего места на моем этапе, там почти 40 секунд. Тренер поставил задачу, чтобы броситься в догонку. Ну, если получится, получится. Ну, вот получилось. И потом, когда я догнала девочку, которая шла третьей, финку, я поняла, что она даже за мной зацепиться не может. Я поняла, что все, мы третья. Сегодня у Юли небольшая передышка между тренировками. Три дня, чтобы побывать на родине, увидеть годовалого сына Матвея. Этот сезон для Юлии Чекалевой стал первым после декретного отпуска. И сразу такой прорыв. Муж и личный тренер Алексей Курицын честно признается, жену не щадил, тренировалась до седьмого пота. Только так даются медали. Я сам в прошлом спортсмен, в принципе, по лыжным гонкам. Все это прошел, я знаю, как это все достается. И на самом деле нам легче то, что вот эти все переезды, то есть разлука с ребенком. То есть я ей много раз говорил, что не пожертвовав чем-то, нельзя ничего добиться. О том, как маленькая девочка выросла в большую спортсменку, говорили сегодня на приеме у главы города. Юля, дочь известных в Вологде спортсменов, начала заниматься лыжами с 8 лет, когда училась в 41-й Вологодской школе. Чемпионаты города и области, затем Кубки юниоров, звание мастера спорта международного класса. Трижды она попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира. И вот теперь именно она, главная надежда, лыжной олимпийской сборной на играх в Сочи. Мы уверены, что Юля и сборная России будет достойно место занимать. Ну и конечно на олимпиаде в Сочи будем биться за медали, за золотые. Сегодня Юлии Чикалевой вручили почетную грамоту главы Вологды, а она в ответ преподнесла сувенирные лыжи, на которых расписалась вся российская сборная. Много говорили и о развитии спорта в Вологде. Сейчас в областной столице им постоянно занимаются уже более 60 тысяч человек. И число потенциальных чемпионов растет. Кстати, их ряды, возможно, пополнит и сын Юли. Он встал на лыжи, едва научившись ходить. Мария Помилова, Алексей Романов. Новости Вологды.